Здравствуйте, меня зовут Лидия Маркова и я расскажу о главных премьерах, стартующих в прокате 24 и 31 января. Для кинотеатров неделя начинается именно с четверга, с того момента, как на экран выходят новые фильмы. «Зеленая книга» – один из главных фаворитов на премию «Оскар» сразу в нескольких номинациях. По сюжету известный и реально существовавший чернокожий музыкант Дон Ширли отправляется в турне по Южным Штатам в сопровождении белого водителя вышибалы. Главные роли в картине сыграли Махершала Али и Вига Мортенсен. При всей простоте и незамысловатости главной сюжетной линии фильм оказывается настолько глубоким и проникновенным, что наверняка войдет в список ваших любимых, обязательных к просмотру накануне Рождества. «Зеленая книга» – это ежегодный путеводитель для чернокожих по российским Южным Штатам США, из которого можно было узнать, где безопасно поужинать и где можно остановиться переночевать. Он издавался с 1936 по 1966 год, первоначально под названием «Зеленая книга негритянского автомобилиста», затем под более политкорректными названиями. Но суть от этого не менялась. На дворе 1962 год Дон Ширли – один из лучших музыкантов в мире, но те же люди, которые восхищаются его музыкой, не готовы ужинать с ним за соседними столами в ресторане или пустить в туалет в своем доме. Картина, уже завоевавшая «Золотой глобус» в трех номинациях и признанная лучшим фильмом по версии гильдии продюсеров США, по нашему мнению, больше других достойно получить еще и премию «Оскар». «Красивый мальчик» – пронзительная история о безусловной родительской любви и борьбе семьи с зависимостью старшего сына. Фильм основан на мемуарах известного журналиста Дэвида Шефа и его сына Ника. «Восходящая звезда» Тимоти Шаламе и великий комик Стив Карл, переквалифицировавшийся в сильного драматического актера, воплощают на экране пронзительную реальную историю о борьбе с наркотической зависимостью. Душераздирающая и в то же время вдохновляющая история о болезни, преодолении и чудесном выздоровлении, ради которого пришлось бороться долгие годы. Фильм уже получил множество наград и номинаций, в том числе приз за лучшую актерскую игру Тимоти Шаламе от кинокритиков «Сан-Диего» и номинацию на «Золотой глобус». «В море соблазна» бушуют страсти. Британский режиссер и драматург Стивен Найт, ответственный за сериалы «Острые козырьки» и «Табу» и сценарист прекрасного кулинарного фильма «Пряности и страсти», на этот раз предлагает зрителям остросюжетный триллер, переходящий в философское фэнтези. А в главных ролях Мэтью МакКонахи и Энн Хатуэй, ранее, кстати, уже снимавшиеся вместе в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар». В безмятежную жизнь капитана рыбацкой лодки с просьбой о защите врывается бывшая жена. Но после того, как герой МакКонахи соглашается на преступление, выясняется, что новый супруг его возлюбленный совсем непрост. В воскресенье, 27 января, на экраны выходит фильм «Спасти Ленинград». Дата начала проката картины приурочена к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Фильм основан на реальных событиях и повествует о трагедии на барже 752, произошедшей в сентябре 1941 года. Судно, перевозившее около полутора тысяч ленинградцев по Ладожскому озеру, потерпело крушение в шторм, после чего его разбомбили немецкие самолеты. По разным данным, на барже находилось от 1200 до полутора тысяч человек, было спасено 400. Основные съемки фильма прошли на берегу озера Ильмени, где была построена декорация площадью в два гектара, состоящая из порта, причала и барши. Во время съемок было воссоздано более 30 локаций сентября 1941 года. Некоторые критики говорят, что в попытке создать зрелищное кино режиссер несколько перестарался. Но в то же время отмечают великолепный дебют 15-летней Марии Мельниковой и замечательную работу внука легендарного Андрея Миронова, Андрея Миронова-Удалова. Монархи капризны. Сегодня ты фаворитка, а завтра снова никто. В новом фильме Юрго Салантимаса за благосклонность английской королевы Анны соперничают две придворные дамы. И лучше вам не знать, за какие пределы психологической и физической жестокости может дойти война двух женщин. Фаворитка уже стала фаворитом большинства кинофестивалей. Особой при жюри Венецианского кинофестиваля «Золотой глобус» Оливии Колман, сыгравший королеву Анну, несколько номинаций на Оскар и серьезная заявка на победу в 11 категориях и 12 номинациях главной кинопремии Великобритании «Бафта». Посмотреть действительно стоит, но не забывайте принимать во внимание особый шокирующий стиль Лантимаса и возрастное ограничение 18+. В прокат выходит фильм «Ангел», который Аргентина выдвигала на премию Оскар, но всеобщее внимание к себе фильм привлек не этим. Во-первых, в основе сценария – история известного убийцы, который на данный момент больше 40 лет отбывает наказание в тюрьме. Во-вторых, продюсерами ленты выступили Педро и Агустин Альмадовары. Благодаря им и режиссеру Луису Артега фильм смотрится на одном дыхании. Основой стала реальная история Карлоса Раблета Пуча, который в возрасте 20 лет был арестован за 11 убийств и около 40 ограблений. Поимку Карлоса обсуждала вся Аргентина, о нем с сенсационными подробностями писала пресса. Парень с ангельской внешностью и белыми кудрями, из-за которых его сравнивали с Мерлен Монро, оказался хладнокровным преступником. Комедия режиссера Валерио Атаназио «Стажер», которую критики уже назвали итальянской версией фильма «Дьявол носит Прадо», стартует в широком прокате 31 января. Но в победе ее премьера состоится раньше, в рамках фестиваля «Риф». Стажер новый взгляд на правила выживания на работе. Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату и делает для него все, что тот пожелает, пока шеф не просит еще об одной услуге слишком личного свойства. Это первый полнометражный фильм известного итальянского сценариста и режиссера «Короткого метра» Валерио Атаназио, автора сценария главного итальянского комедийного хита последних лет «Захочу и соскочу». Новосибирским зрителям комедию «Стажер» представит руководитель отдела образования Генерального консульства Италии в Москве господин Джузеппе Лапорто. «Русский бес», премьера которого состоялась летом на фестивале «Кинотавры», где Григорий Константинопольский получил приз за лучшую режиссуру, выходит в широкий прокат. Это притча о российской действительности, являющаяся вольной импровизацией на тему романов Достоевского «Преступление и наказание» и «Бесы». Фильм, который начинается с подзаголовка «Рашен психо» полностью себя оправдывает. Это действительно американский психопат, помноженный на русское пасхонное чувство бесовского, дуализм момента и извращенное представление о духовных скрепах. Слова про истинный патриотизм и светлое развитие нашей Родины тут вложены в уста самых сумасшедших и бесовских персонажей. На этом у меня все. Меня зовут Лидия Маркова. До встречи в кино. Сегодня ты фаворитка, а завтра снова никто. В новом эфирме... Давай сначала.